А вот председателя бюджетного комитета, хоть и со скандалом, но все же выбрали. Один из депутатов парламента представил коллегам компромат на одного из кандидатов, Виктора Аюшеева. Но тот не растерялся и нашел, что ответить своему оппоненту. Чем все закончилось и кто в итоге занял кресло, смотрите в следующем материале. На голосование выдвинули двоих кандидатов. Зарикто Цебегмитова из Мухаршибирского района и Виктора Аюшеева, депутаты из Закаменского района. В самом начале политики отметили, должность очень ответственная и не каждому будет по силам. Возможно, поэтому депутат Баданов решил развеять положительные отзывы о Викторе Аюшееве. По его словам, нынешний кандидат на пост председателя комитета по финансам попросил помочь его знакомой, одолжив продукцию для бизнеса. А вот отдавать долги протеже Аюшеева не торопилось. Он сказал, да, он посодействует возврату этой суммы. Часть суммы он сам мне принес, при этом удержав третью часть этой суммы, выразил тем, что это его комиссионные. Мое неудоумение, оно до сих пор так и не развеялось. Матвей Александрович, ваши слова пусть останутся на вашей совести, но надо быть, наверное, мужиком. Особой публичной реакции не последовало. Однако велика вероятность, что подмоченная репутация Аюшеева все же сыграла свою роль. Электронное голосование показало, депутаты выбрали за Рикто Цебегмитова. А тот, в свою очередь, было похоже, отблагодарил Баданова. Я думаю, Матвей Александрович, он человек очень сильный. Он никогда, он всегда в своем уме не захочет даже, и меня не поддержал. Можно и меня, может, и не поддержал. Я в выступлении понял, что он до конца не знал, за кого проголосовать. Я даже не знаю, за кого проголосовал. И поэтому такие люди, вот, смелых людей у нас тоже мало. С одной стороны, в демократическое время иногда, может, и надо говорить, чтобы у нас коррупции не было. Да, коррупции не было. Откуда все это растет? И вот таких людей побольше, допустим, да, везде бы так. Хоть после драки кулаками и не машут, но неизбранный Виктор Аюшеев все же решил проверить подлинность голосов. После перерыва выяснился факт сбоя электронной системы выборов. Я в шоке, сказал он. Да, я проиграл, ничего не говорю. Ну, пусть будет в честной борьбе. Я согласен. Вот когда такие вы делаете, но не так не бывает. Айшеев стоит ноль в реакторном голосовании. Бураев ноль стоит. Пашинский ноль стоит. И все равно в бои до 60-й. Вот так же не бывает в следующей дни. И все же не все депутаты разделяют мнение избранного председателя комитета. Из-за неполадок с системой голосования народные избранники хотели было устроить перевыборы. Однако после перерыва комиссия заверила, что сбоев нет. И в итоге кандидатуру Цебегмитова утвердили окончательно. Юлия Пермякова, Алдар Домбаев, Бато Тудунов, телекомпания АТВ.